Голландская компания Винксит, морковь Чикаго. Мы продаем ее уже два года, то есть это новинка, с 14-го мы начали работать, и вот в 15-м мы только брали на испытание, в 15-м мы начали продавать. Морковь Чикаго это ранний гибрид моркови типа Шантане. Все-таки я бы ее, если позиционировал, ну даже не тип Шантане, это более Курото Шантане, если правильно, там я все-таки допустил ошибку. И то, что я бы ее отнес именно к моркови, знаменитой, хорошей, раскрученной, все я не несу, это Абаб. То есть практически она не уступает по периодам, по форме, по всему. Единственное, что я скажу все равно, есть возможно какие-то одни линии, отцовские или материнские, есть от морковки Абаб. Но есть и свои, потому что она все-таки чуть-чуть отличается, она чуть-чуть длиннее и цвет, пусть как бы не рассказывали. В Херсоне у нас недавно шла уборка, еще заезжал сегодня, люди гитар не убрали. И сосед Абаб у этого Чикаго, то есть ездили специально, ну как бы, вот всем интересно, новинка. Ездят, смотрят по росту, по всему, идентично, росли по устойчивым заболеваниям. А именно у Чикаго и у Абаб есть одна особенность, то что у них генетически заложено, это устойчивость к мучнистой росе. Ну, скажем так, относительная, но если другие морковки, не буду говорить каких компаний, будут уже больны, то это будет хорошая зеленая морковка с мощным таким листовым аппаратом. Так вот сравнивали все, да, может полилы были, может тот, но Чикаго было чуть-чуть немножко длиннее, ну и по цвету вроде бы насыщеннее. Возможно тот, кто выращивал Чикаго, я им рекомендовал носить магний, то есть мы работали как по листу мы делали, так мы и работали в капельной процессе пертягации, носили магний. Цвет оказался, да, действительно ярче именно у Чикаго. Что же, первый, да, она идеально подходит как для первого оборота, так и для второго. В первом обороте она показывает себя как супер ранний гибрид. В первом обороте не стоит, это специально вот я фотографию показал, не стоит тоже ждать от нее именно закругления, чтобы она стала красивая закругленная морковь. Это морковь второго оборота закругленная. Вот она. Почему? Потому что в первом обороте в процессе формирования корнеплода наблюдается повышение температур. То есть температуры растут, морковка сама по себе чувствует хорошо, а не забываем, это двулетняя культура. Ей не нужно еще набирать сахара, температура есть, день отличный, она просто себе растет. Поэтому в первом обороте, аналогичной для бабка, пусть там, да, пройдет время, она может на 120 день, она закруглится, но здесь на 85 дней. Вы получите отличную морковь длиной где-то порядка 17-15 сантиметров, с толщиной, что немаловажно, минимум 5 сантиметров именно толщина. А почему немаловажно? Потому что в мешке она укладывается именно вот этими срезами, и там, поверьте, в мешку не видно, насколько она закругленная, насколько нет. А во втором обороте, когда происходит формирование корнеплода, когда температуры уже идут на спад, у нее просто она готовится к зиме, она накопляет сахаров. Все-таки второй оборот намного слаже, намного сочнее морковь, чем в первом обороте. Это любая морковка, это всегда однозначно. То есть здесь она уже красиво, она закругленная, она сочная, она более яркая, она, ну, идеальная морковка именно для рынка, как мы все представляем собой морковь. Относительно устойчивости к стрессам. Вот поле, вот где вы видите меньше цветков, это Чикаго, там это другая морковь. Я не буду говорить какая, но она не сильно, чтоб такая известная, то есть это, поверьте, не таких там конкурентов особых. Ну просто вот для сравнения. То есть Чикаго, это именно когда она попадала под летний посев, и было очень высокие температуры летние. То есть получается тогда стресс, и она может, ну как бы морковка может дать зонтик, то есть цветок. Соответственно, Чикаго хорошая устойчивость к стрессу. Вот морковки для сравнения. Пусть компания БМ не обижается, но смысл в том, что это все росло на одном поле. С этой стороны, ну если вот я стою, это будет с левой стороны от меня. Это каскад, посередине Чикаго, с правой стороны это кордуба. То есть хорошие все морковки, все замечательные, все отличные. Но мы немножко видим, все-таки курода видно, потому что две эти морковки это чистые шантаны. Здесь курода отмечает то, что немножко длиннее, более закругленная. Ну и цвет, к сожалению, сейчас мы посмотрим, но не придает проекта более все-таки яркого, насыщенного, такого блестящего цвета. То есть цвет все-таки тоже намного лучше. То есть это морковь с хранением до марта месяца, скажем так, в не специализированных хранилищах. Может даже до середины февраля. В специализированных это будет где-то все-таки, наверное, до апреля месяца. Каскад кордубу вы можете хранить до мая месяца, свободно. То есть она очень хорошо хранится, морковка. Поэтому есть для своего севооборота, то есть можно держать небольшой участок, допустим, ЧК, который можно сразу продавать и быть конкурентоспособным. И дальше уже те морковки именно продавать уже в процессе хранения, когда тут уже поднимется намного выше цена. Ну это вот уборка в Херсоне. Вот какая морковка, то есть здесь уже закругленная. И так если присмотреться, вот вы видите посерединке, это вырвана одна ряда. Посередине это у них это не брак, а это первый сорт. То есть ну сейчас цены такой на морковки нету большой. Люди хотят, ну как бы сами не знают, что хотят, но хотят очень супер идеально. Поэтому тут уже как бы стараются выводить клиенту, отбирают. Хотя вы видите в том плане, что морковь вся ровная. И нету корявых, нету крючков. Еще одна особенность именно в моркови Чикаго. Так как мне рассказывали сами селекционеры голландцы, проезжали, они сюда смотрели. И я спрашивал, чем она отличается от других морковок, в чем что. Есть у нее тоже самое генетически заложенное морковь в Чикаго. Морковь сама по себе. Если она растет одна, и она не чувствует рядом конкурента, то вы, что бы вы ни делали, у нее будут несколько корней. Это природа, это генетика. То есть, у нее нет конкуренции, она спокойно себе растет, она раздваивается. То есть, на это много, скажем, как попадается, не попадается, на то, что совершают фермерные ошибки. Или, возможно, не получают сходы дружные, оптимальные, скажем, такие. И потом получается у них много отходов. Моркови Чикаго, это все у них может на генетическом, на каком-то уровне какие-то одни из веток. То есть, у них такого нет. Даже если она растет одна морковка, она будет ровная. Это немаловажно в том плане, что в прошлом году в Каховке посеяли и был очень-очень большой дождь. Ливень, это в июне месяце. И смыло всю морковку, ну, практически схода получили они там 300, где-то 350 тысяч на гитар растений. Ну, это очень-очень мало. Говорит, мы уже хотели ее убрать, но потом, как бы, подумали, что все равно уже сеять нечего. И, вроде бы, сходы пошли, деплицидом поработали. Все оно не сильно там затратное, с точки зрения выращивания именно по трудовым ресурсам, по людским силам. Они оставили ее. Ну, не прогадали, потому что в прошлом году морковка была на уровне 8 гривен, цена хорошая. Да, мы получили, они там стоили 60 тонн, но вытянули они свои 30-35 тонн с гектара. Но при этом получили идеально ровную, товарную, всю хорошую морковку. И практически вся она у них ушла тогда первым сортом. И, ну, люди хорошо заработали. В принципе, остались довольны. Говорят, хорошо, что мы ее не перекультивировали. То есть, была бы это, может быть, какая-то другая морковка. Возможно, ничего бы они с нее такого хорошего не получили. Ну, и, конечно же, с морковью Чикаго вы будете всегда на коне. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.